итак снова всем привет друзья с вами канал game over и в сегодняшнем обзоре будет просто пушка путь бомба что у нас сегодня это будет гитара от которой суть кипятком лично я от которой суть с кипятком мои домашние кошки это просто капец что это это гибсон лес полкастом поехали итак друзья гибсон лес полкастом что мы имеем почти 5 килограмм добанного веса от которого рак спины обеспечен херова тьма звука гитара которая в ценовой категории хер укупишь особенно если глянем ценники на новую гитару там прямо таки цена такой неплохой довольно таки машины даже но за эти деньги у нас тут гитара гитара бомба я лично с этим экземпляром давно знаком это гитара моего товарища владельца студии и поскольку часто приходилось на студии писаться и в этом участвовала и эта гитара это там место так скажем инструмент сессионы для кого-то ты хорошо знает экземпляр отличная гитара ну давайте я вам расскажу что это за лес пол кастом лес полкастом образца 73 года во всяком случае его название звучит как лес полкастом silver burst цвет 73 1973 но я так понимаю да что значит дизайн это гитары 73 года что ли ну или как то так если нет то можете меня поправить классика махагон клён махагон накладка сделана из эбони здесь еще эбони с 2012 года начали ставить накладки ричлайт это гитара производства 2003 года судя по ее серийному номеру на заднике головы кстати здесь его нереально тяжело прочесть он так сильно залит лаком то что вот вот чтоб прочесть я там его крутил вертел на солнышко ну вроде прочитал нас 2003 года выпуска гитара колки здесь стоят значит гровер обычные не локовые ну маркировка гриф стандартная здесь никаких наворотов нет отличия кастома от стандарта того же либо традиционного моего то что у него очень круто окантована голова и здесь есть вот этот бриллиант алмаз я все время забываю как правильно если честно ну бы будем называть его бриллиант да и так электроника здесь 498 490 и почему-то раньше я думал что гибсоновские датчики но типа так себе а вот если поставить там 7 это будет вилла зашибись не нихера подобного с тех пор как у меня первый гибсон появился это был explore explorer там стояли гибсонские родные датчики они про они просто охеренные и как бы теперь у меня вообще вопросы не возникают к гибсонским датчиком никогда в жизни не хотелось их там менять но если только не стоит задача там до перейти может быть на актив то есть только ради этого так у меня родные датчики гибсонские абсолютно блин устраивают струнодержатель классика тюноматик четыре ручки две громкости два тона раздельный на каждый датчик туда-сюда на три положения но собственно конструкция абсолютно типичная для всех гибсонов одинаковая никакой разницы вес конечно жесть тяжелее никаких полостей в корпусе не предусмотрено как например у меня в традиционале то есть я прям взял два и это прям существенно так провалил и если честно мне кажется что корпус немножечко толще я это потом конечно линейка замерена блока все это перед обзором сделать но да ладно это я сейчас уже так мыслеслух и прикольно так все красиво естественно окантован заднику гитары кант не одноцветные здесь раз два три 4 5 6 господи 3 7 слоев вот так невероятной красоты гитара лак здесь нитроцеллюлоза и он офигенно потресканный я не знаю на камеру возможно не видно сейчас попробую на эту камеру как-нибудь покрутить в общем то такие вот длинные трещины через весь корпус абсолютно идут не знаю кстати когда последний раз гитару видел но это правда был давно может быть года полтора назад два не поменьше года полтора назад то там таких вроде вроде бы не было трещин валюта кстати тоже нету на грифе жалко тогда гитара еще чуть чуть тяжелее было вну не настолько чтобы сломать себе спину и так друзья внешний осмотр мы прошли давайте будем слушать как все это дело звучит но по классике погнали и так поехали clinton леспол кастом бриджевый датчик а 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 Давайте наложим небольшой буст и хорус на клинтон и получим нечто подобное. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Давайте мы на среднем положении датчиков послушаем. Играет музыка. 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 итак дорогие друзья гитарные маньяки хотелось бы поделиться своими мыслями и ощущениями вот давно я не играл на этой гитаре и вот спустя ну не помню точно где-то около полутора лет она теперь у меня здесь в привычных в комфортных условиях где я собственный свой звук просто идеально знают и до и без всякого референса могу сравнить и понять что из себя представляет принципе гитара итак давайте начнем с удобства на шкала по удобству ну и вот именно как лежит рук в руке удобно гриф отличный у нее c профиль и я не скажу что он какой-то там дубовые огроменные то есть нормальный удобный гриф радиус здесь 12 поэтому очень все комфортно лежит в руке насчет прижимания струн к грифу да то есть здесь хорошо очень настроена здесь очень низко стоит струны и при этом ну вы слышите да подзвон есть ну как бы настраивал гитару не я поэтому перестраивать я не собираюсь играть было довольно удобно струны 50 10 56 стоят здесь комплект так что они такие довольно таки матерые и вот кстати то что здесь такие струны не множить ну кому-то будет очень непривычно играть и вообще-то гитара не рассчитана тот на такую лайтовую игру то есть чтобы играть на этой палке надо охрененно прям вкладываться в игру то есть не получится взял игра как по воздуху побежал побежал господи ангелочки запили ни хера там будут вокруг вас стоять черти с вилами тыкать каждый раз когда вы обосретесь то есть тут прям очень стараться надо будет гитара не для слабаков но я уже говорил то выпуски про грека лес полу кастами там принципе та же самая абсолютная история тоже грека лизался ну с этих гитар то есть да здесь прям приходится стараться и вкладываться в игру расслабиться здесь вообще никак не получится плюс тому что еще и гитара тяжеленная то есть горпрок спины я не знаю все что угодно вам ну будет обеспечено лично у меня от лос пола я играю на лос пола с 2007 года у меня уже перекос на спине есть да у слов никогда не было далее погнали по звуку значит что заметила сразу я я буду сейчас сравнивать с традиционал да то есть это как бы гитара намного дороже серия чем традиционал и вот я буду именно с традиционал с вами с другими гитарами по плотнику под пожирку в принципе я скажу что практически одинаковая не сильной разницы заметил а вот по верхам здесь явный прям перевес вот не знаю насчет клина на клине возможно это не так было слышно но на дисторшне я прям подохерил я вы знаете говорил что я люблю слегка мутноватый звук чтобы не было дюжестинного то лязга и все такого но здесь вот прям я прям врубил этого а чё это как будто вот ручку да вот была бы до ручка песок который на его там под навалили то есть здесь прям очень вот такая вверх 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 прям присутствует не знаю и за датчиков лет а может быть за вот этой накладки из черного дерева эбони кстати у меня на карвине такая же в принципе байда и там тоже эбони возможно накладка дает такой вот при бабочку по высоким не знаю либо датчики ну что я кстати не сильно то верю в это что это все таки датчики дают далее погнали но по выхлопу по мощности в принципе это довольно средний выхлоп у датчиков они не какие-то там прям кошмарно лютые то есть сильного такого дисторшна ревущего я не заметил чтобы там того тот же риф из паре мессон сыграть мне пришлось под навалить там немножечко гейну себя чтобы флажолета просечь потому что у заката стоят там активные они там вылетают даже если промахнулся вот здесь пришлось мне как сказал постараться вот ну в принципе все звук сказал звук хороший плотный мне нравится я люблю лас полу меня тяжело как-то там по-другому сказать мне действительно это нравится надеюсь понравилось и вам эта гитара и как я обещал сравнение помните для грека что будет вас полкастом так что он у нас теперь есть мы сделаем битву лысполов помните у нас была битва лысполов да то есть там была ария против гибсона я хочу вообще сделать такую прям коллаб лысполов вот этот лес потом мой традиционал потом он тот грека да жаль мой еще не готов а то бы и он поработал бы тот с нами хочу взять еще лес пол студио в ту же когорту и ради прикола магно лес пол кто помнит надеюсь это все очень мне легко получится собрать все это воедино и показать это вам спасибо большое друзья что посмотрели ролик до новых встреч пока